Видео подготовлено сайтом online.gdz.net Давайте мы выполним задание номер 2 на странице 24 в рабочей тетради по окружающему миру. Какими словами можно охарактеризовать погоду? Муравьи в вопросе предложил для этого целый список слов. Подчеркни те слова, которые действительно подходят для характеристики погоды. Ну, во-первых, давайте выясним, что такое погода. Погода сочетает в себе температуру воздуха, наличие или отсутствие ветра, осадки и облачность. Давайте посмотрим, какая же может быть погода. Большая? Нет. Маленькая? Тоже не может. Холодная? Да, если речь идет о температуре воздуха, она может быть холодная или теплая. Или даже жаркая. Например, летом узкая? Нет. Широкая? Тоже не может быть. Сухая? Да, если отсутствуют осадки, погода сухая. И сырая при наличии осадков. Также, если осадки в виде дождя, то она может быть дождливая погода. Короткая быть погода не может. Длинная тоже нет. Круглая погода не бывает. Квадратная тоже. А вот ветреная быть может, если дует ветер. А если ветра нет, отсутствует ветер, то погода будет безветренная. Если на небе облака, погода называется облачная. И пасмурная, если эти облака в виде туч. Объясню устно, каким составным частям погоды относится каждая из выбранных тобой слов. Холодная, теплая или жаркая – это температура воздуха. Сухая, сырая, дождливая – это наличие осадков. Ветренная, безветренная – речь идет, конечно же, о ветре. А облачная или пасмурная – речь идет об облачности. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.